вот все хорошо с плазморезом все замечательно но есть один большой минус режет офигенский это пятерочка сейчас торцом уголок вот он кусочек вообще четко тепленький такой тепленький я бы сказал горячий вообще четко сопли были чуть-чуть вот они такие молотком так просто прошелся все их нету минус единственное огромные так короткие вот это вот вот это вот вот эта штука короткая 3 метра масса 2 метра сейчас перемирю в общем заказал рукав или как он называется 6 метровый и массу на возьму тоже где-то примерно метров пять этого рядышком потом со сваркой стоял и все тут вот есть длинная масса у меня отдельно она она врезанная туда раздваивается там до разветвитель так сказать и другая пошла здесь запитанный этот верстак вот это запитана уже массой а крокодил сюда я не цепляю то есть железно поэтому не крашу здесь железо массирует хорошо что поставил и варе даже в тисы зажал и варе полуавтомат а крокодильчик у меня это отдельно когда что-то варишь отдельно тогда уже цепляю и чтоб не бегать с ним с крокодилом просто сюда пришел в тисы что-то зажал и все надо сделать примерно то же самое и с резаком а там рядом поставлю также заведу воздух отдельно под него и 6 метровый рукав потому что это не дело таскание вот эти не то пальто мужики всем привет в общем так порядок навожу тут чуть-чуть такой праздничный день стружки он вывел капец хоть чуть-чуть станок стал чистый еще стружка у там просто ужасно и теперь могу просто откатить его и там подмести сделал защиту такую примитивную винта трубка труба точнее пндш на 25 две скобы здесь просверлил прикрутил там прикрутил всю и туда наш заходит почти до шлистеренки вот теперь когда точишь вот здесь вот в основном в основном все возле патрона вид хоть закрывается хоть немного сделал ее до конца вот это вообще убрал причин дали на снизу коробка вообще не нужно там по мне так не нужно удобнее стало и выметать стружку отсюда плюс шприцевать вот этот здесь втулочка маслецом вот сделал ее так вот упирается в патрон резцедержка то есть на уровне патрона не убег и здесь трубка она съемная чтоб ее снять она разрезанная вот и мягенькая все выдернул и свинтаю снял я разрезал по линии тут синяя идет по ней и в эту сторону чтобы она не сменалась клипсами и всю теперь хоть чуть-чуть туда опилки падать эти не будут стружка сейчас сюда фарту хочу сделать вот из этого куска металла сейчас выпили он как раз подходит та сторона значит покажу ну час хочу отрезать плазморезом и и давайте позырим за сколько справится плазморез времени видно я думаю видно 25 ампер ну можно и меньше сделать не пойдет а потом по ровняю ножницами как не нужно она даже не нагрелась мужики вот только резал офигенно не не коребит чистенько вот на очки я чувачках рассказываю и стою очка не заусенцев ни фига заняло тут я не знаю считанную секунду вот как то так сейчас я покажу что будет примерно можно вырубить вот волна вот она идет еще не обрезал сейчас идет обрежу 9 сантиметров не надо вот сюда напустить так чтоб стружка меньше подвал вот волна как раз она становится вот туда сюда здесь по краю сейчас просверлюсь и на два болта приключу то здесь чуть-чуть подровняю вот так обрежу и выровняю чтоб она прилегла и 9 сантиметров как раз будет вот сюда до сюда доходить ну достаточно чё это так даже не 10 сделаю не 9 сделаю 10 чтобы ограничение было до сюда а может и 9 короче посмотрим и будет такой вот такой вот как то так вот лишь сопла уже ему я не знаю это родное сопла которая покупал вместе с с аппаратом хотя есть и запасные 1 1 вот такое стоит на коротком рукаве это 5 метров и отдельно покупал чтобы аппарат не таскать за собой вот пять метров мне хватает вот она новенькая еще одно новенькое стоит на коротком рукаве на трехметровом едва покупал еще у такого чуть поменьше калибра вот потому что под ним уже пользовался потому что она потоньше и в кое-каких местах даже шестерку проволоку килограмм купил и одно то один только съемник под шестерочку взял удобненько я скажу не такой широкая есть еще шире без вот этого заужения вообще такое прямое он он ничего там не не дошло ну как покрутил это вот родное уже жизнью так сказать пока цена там немножечко этого но это давненько не чистил мусора может постучать вот так и высыпется как чистить я уже показывал видосик есть на канале так одеет от меня щетками сюда достал сейчас найду и так нашел вот он кусочек тросика с этой стороны сваркой точечку поставил чтоб он не лохматился ты уже показывал то есть на канале и чтобы чистить и так отставлю сюда здесь шуруповерт зажимаю туда внутрь и он вычищает всю какашку до конца так вот с той стороны хоть с этой вот так вот его чуть разлохматил и все это чистого чистить сопляки ну еще можно идти допустим вот эти вот флянцы отрезаю внутри вот так вот шуруповерт зажима и там чистенько их таких можно наделать из любых толщин подходящих она жесткая получается залазит куда угодно вот потока съемником сейчас я покажу запись идет вот она проволока миллиметр и токосъемник где тут тоже миллиметр ну миллиметр до 0 1 это еще ни разу ни разу ни разу не стоявший вот он какой здесь будет хороший контакт между проволокой и токосъемником конечно он будет хреновенький вот такого плана купил на 08 я уже тоже это показывал видос есть они были чуть длиннее я их на болгар очки сточил под нужную мне длину когда они закручены и вот он чуть-чуть потолще вот он миллиметр 0 8 ничего не делал не рассверливал ничего вот с магазина сюда в 0 8 миллиметр пролазит но он просто так не падает вот здесь только съем будет просто капец какой весь идет на проволоку нету там такого чтобы то контакт чего то не контакт чего аппараты и пропихивать спокойно это второй наконечник другой вот он у меня стоит на аппарате вот как поставил и по сей день я их не снимаю и не меняю они с ними ничего не происходит хотя есть у меня вот у китайцев как заказал новенькие так они у меня тупо и валяются называются расходники вот но это по вот этим толстеньким вот 08 видно не миллиметр если сюда 08 воткнуть она будет падать вот в эти наконечники где не тут вот 08 вот в эти здесь миллиметр не лезет здесь они да они здесь для 08 где-то тут еще должен быть 06 это тоже 08 не лезет миллиметр а вот в эти почему-то прямо с магазина миллиметр лезет и получается только съем капитальный вот как-то так и все у меня проблема решилась она на ровном месте и забыл что у меня есть вот эти вещи вот как-то так на спрей у меня не знаю по русски тут ничего стоит 500 рублей хватает надолго не знают за вот на это второй баллон за два на не знаю с момента покупки сварки сначала часто пользовался сейчас только тогда когда начинает налипать как-то так вот и все но такой вот фартук получился вот из вот такого профиля сюда вот он становится здесь просверлился м4 ну в удобном для меня как-то вот серединочка вот этого и буквально здесь тоже ориентировочно и остается только мужики прикрутить здесь подрезал выровнял как раз перекрывает вид на сейчас оттуда всю резючку выйдут и прикручивается также шеи сделал сюда защиту потому что вот в отведенном крайнем положении вот здесь винты сюда тоже набивается стружка и все остальное и засирается резьба что нежелательно вот такая вот согнута из такого же профиля вот выгнул согнул засверлился и нарезал резьбу также м4 все здесь вот вровень в крайнем отведенном положении то есть когда стружка уже будет будет сыпаться она уже не будет попадать на резьбу здесь в самый самый низ там буквально миллиметрик зазорчик а также если с этой стороны плюсом до болта до этого регулировочного не дождь не достает такие вот дела сейчас прикручу и посмотрим все вот так это дело мужики выглядит здесь отведено до упора здесь в ровень вот теперь стружка туда уже попадать не будет здесь такой поддон фартук я не знаю как назвать в общем отводится и упирается он с той стороны здесь как бы зазорчик оставил также вот и труба это до конца вот разрез отлично в общем то что нужно плюс закрывает вот эти вот клипсы туда стружка попадать не будет соответственно где-то здесь и пацану и соответственно не будет попадать туда под маточную гайку с этой стороны ничего не делал потому что ну задняя бабка у меня подходит практически бывает самый-самый притык ничего страшно в основном она работает вот в ту сторону постоянно вот патроны что-то где-то точишь вот именно здесь поэтому защитим вот как-то так ну и дополняшка еще к станку если заметили вот такой вот фикс прайса корзина имеют три штуки я не знаю здесь под болты и гайки взять такая переносная тут другие калибры в общем висит вот здесь здесь смазка такая здесь масло там сменные кулачки раз-два два комплекта вот третий комплект четвертый комплект стоит в патроне ну к ним еще вернемся потому что буду еще протачивать под определенный размер и немножечко там изменять конструкцию кулачкам для определенных задач поэтому у меня их столько много вот как-то так кнопку тоже поменял заметили наверно до поставил такую большую очень удобно стала включать станок не нужно крышку эту открывать и выключать даже вот не знаю как меня одни сказали надо пониже кнопку отсюда вдруг там что-то там с руками можно выключить ногой да ну ногой можно выключить и здесь вот пожалуйста вот таким вот образом просто взять и выключить с колена не не промажешь вот как-то так ладно всем пока с вами был санек скоро увидимся